Знаете ли вы, как трещины на пятках ног могут сказать о проблемах с печенью? Каким образом неправильное питание может повлиять на вашу печень? О том, как можно обнаружить и своевременно избавиться от проблем с печенью. Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики и новые зрители моего канала. Сегодня мы подробно разберем, какие существуют признаки проблем с печенью. Присаживайтесь поудобнее и будьте готовы записывать, потому что информации очень много. Хорошего просмотра. Печень – самый большой внутренний орган человеческого тела, выполняет жизненно важные функции, включающие нейтрализацию чужеродных веществ, выведение избытка гормонов, хранение энергетических запасов и витаминов, участие в кроветворении и другие важные задачи. Следовательно, заболевания печени оказывают глубокое влияние на общее функционирование организма. Отличительной особенностью заболеваний печени является отсутствие болевых рецепторов в этом органе. В результате чего заболевания часто протекают без выраженной боли. Боль обычно возникает только тогда, когда печень значительно увеличивается в размерах, что подчеркивает важность распознавания любых тревожных симптомов. Здоровая печень служит основой здоровой жизни, поэтому крайне важно выявлять первичные симптомы заболевания печени и немедленно обращаться за медицинской помощью – признаки проблем с печенью. Однако прежде чем обсуждать эти признаки, я прошу вас подписаться на канал, так как это значительно поддерживает его развитие, я стремлюсь предоставлять ценный контент для вас. Заранее спасибо. Большинство патологий печени не имеют видимых симптомов и могут быть выявлены только с помощью лабораторных анализов, если есть предрасположенность к проблемам с печенью или другие факторы, которые могут спровоцировать их развитие, рекомендуется регулярно проходить обследование. Раннее обнаружение симптомов имеет решающее значение в прогрессировании заболеваний печени, поэтому не следует игнорировать даже малейшие отклонения. Важно знать признаки, которые могут указывать на проблемы с печенью. Отеки. Проблемы с печенью могут негативно влиять на почки и кровеносные сосуды, нарушая работу выделительной системы и вызывая задержку воды и накопление солей в подкожной клетчатке. Это часто проявляется в виде точечных отеков, в основном на ногах, трещины на пятках. Печень играет важнейшую роль в выработке желчи, которая способствует усвоению жирных кислот и основных витаминов, таких как Э, С, А и В3. Эти витамины необходимы для поддержания здоровья и тонуса кожи. При неправильном функционировании печени или нарушении выработки желчи организм не получает достаточного количества этих жизненно важных веществ. Что приводит к сухости кожи. Если не принять меры, эта проблема может привести к осложнениям. Поэтому важно скорректировать диету и поддерживать надлежащую гидродацию, включив в ежедневный рацион зелень, овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновую овсянку, зуд и шелушение кожи. Печень активно вырабатывает желчь, которая играет жизненно важную роль в пищеварительной системе. После переработки в печени желчь транспортируется в желчный пузырь по специализированным каналам. При наличии даже незначительных нарушений в рабочей печени желчь может накапливаться или ее отток может быть затруднен, что приводит к застою. Как следствие, это может вызвать зуд и шелушение кожи, иногда сопровождающиеся дискомфортом. Такие симптомы указывают на перегрузку печени или накопление избыточного количества желчных кислот в тканях органа. Зуд, связанный с проблемами печени. Может локализоваться на подошвах ног, ладонях или других частях тела. Этот симптом часто усиливается ночью или при согревании тела, например, после принятия горячего душа. Выпадение волос. Заболевание печени может способствовать ускоренному выпадению волос. Поскольку печень перерабатывает большую часть питательных веществ, поглощаемых организмом. Нарушение функции печени может нарушить поступление необходимых строительных материалов для роста тканей. Это может привести к замедлению заживления ран и усиленному выпадению волос. Проблемы со сном. Повышенный уровень вредных веществ в организме может увеличить выработку гормона кортизола, который влияет на регуляцию сна и способность засыпать. Постоянные проблемы со сном могут иметь пагубные последствия для здоровья. Обращайте внимание на повышенную сонливость. Трудность искать повышенное потоотделение. Высокая концентрация вредных соединений в клетках печени может привести к увеличению нагрузки на орган, что вызывает такие симптомы, как повышенная потливость и повышенная температура тела. Желтуха. Паренхематозная желтуха возникает вследствие повреждения клеток печени и обычно развивается постепенно в течение длительного периода времени, часто оставаясь незамеченной пациентом. Сначала она проявляется в виде пожелтения склер мягкого нёба нижней стороны языка, затем ладони рук и подошв ног, и в конце концов желтеют вся кожа. При печеночной желтухе цвет кожи становится шафранного, жёлтым или оранжевым, с другой стороны механическая желтуха возникает из-за закупорки общего желчного протока камнем или опухолью, что приводит к внезапному и быстрому изменению цвета кожи, от зеленовато-жёлтого до тёмно-оливкового, подконъюнктивальная желтуха сопровождается сильным кожным зудом, лихорадка. Повышенная температура часто является индикатором активного воспаления в печени, желчном пузыре или протоках. У людей с постоянными болями в печени может наблюдаться незначительное повышение температуры до 37,8 градусов Цельсия. В случаях цирроза печени показания термометра могут достигать 38 градусов Цельсия, иногда колеблясь в течение дня и чаще всего появляясь вечером. Фибриальная лихорадка связана с такими заболеваниями, как острый холецистит, люнгит, гепатит, активный цирроз и абсцесс печени. Субфибриональная лихорадка наблюдается при хронических заболеваниях, печени, например, при печеночной колике, паутинные вены. Появление на теле сосудистых паутинок служит ранним признаком проблем с печенью. Этот признак свидетельствует о накоплении эстрогенов в клетках органа, которые могут негативно влиять на сосудистую систему. Определенные сосуды кожи могут увеличиваться в размерах от 2 до 5 мм, становясь более выраженными и заметными. Сосудистые звездочки могут наблюдаться на ногах, руках, спине и шее. Увеличение живота Почти все диффузные заболевания печени приводят к увеличению печени. В случаях портальной гипертензии одновременно увеличивается и селезенка. У истощенных пациентов может наблюдаться асимметрия живота со значительным вздутием из-за увеличенной печени. Метеоризм часто является результатом затрудненного пищеварения. При наличии портальной гипертензии скопления жидкости в брюшной полости, известное как эсцит, может достигать нескольких литров. Живот может выглядеть отвислым, а пупок в таких случаях может выступать диспепсия. Заболевание печени может вызывать диспепсические симптомы, включая отрыжку, тошноту, рвоту, диарею, запор, чувство тяжести после еды и вздутия живота, вызванное чрезмерным метеоризмом. Нарушение переваривания и усвоения жиров может привести к качественным изменениям консистенции стула. Кроме того, заболевания печени обычно сопровождаются изменениями перистальтики и секреции кишечных желез. Своевременное обследование поможет выявить патологию на начальной стадии и выбрать наилучшую тактику лечения. Диагностика гипотопатии находится в профессиональной компетенции врача-гастроэнтеролога, однако зачастую к этому специалисту больной приходит от терапевта. После обращения к тому по поводу общего ухудшения самочувствия и снижения жизненного тонуса. Как мы уже упоминали, болезни печени на ранней стадии могут не отличаться ярко выраженной симптоматикой. Опросив пациента, врач проводит осмотр его кожных покровов и пальпацию печени, чтобы оценить, не изменились ли формы и размеры органа. Пациенту могут быть рекомендованы консультации специалистов смежных медицинских направлений гастроэнтеролог, инфекционист, иммунолог, дерматолог, в зависимости от причин, вызвавших заболевания, и для предупреждения возможных осложнений. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Полезные Советы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok